Так, всем привет! Зовут меня Лохтурф Вячеслав, я являюсь инженером МВТУ имени Баумана, и сегодня я расскажу вам про замечательный российский продукт Коммунигейт. В МВТУ мы этот продукт используем с 2008 года, задолго до этих событий, поэтому не знали даже, что окажемся на эстрии импортозамещения. Продукт этот мы используем, любим и продолжаем любить. И сегодня я расскажу немножко о том, как с ним познакомиться, с чего начать. Поэтому начну с того, что познакомиться и начать, на мой взгляд, гораздо интереснее не прочитать какие-то брошюры, рекламы и прочее, а прямо установить, посмотреть. И, собственно, для этого я буду все делать в стиле таком. Если у вас есть какой-нибудь компьютер, то вы можете этот Коммунигейт там развернуть, и много ресурсов не потребуется, а поможет вам в этом мое методическое пособие вот с таким вот адресом wiki.val.bmstu.ru. wiki – это формат, вал – это Вячеслав Александрович Локторов, bmstu.ru – это, соответственно, место моей основной работы. Значит, вторая моя работа – это замечательный учебный центр «Специалист». Если вам понравятся мои вебинары и захотите, например, у меня учиться, то проще всего найти меня в списке преподавателей. Значит, здесь по моей фамилии можно почитать, кто я что веду. Вот. И, в частности, я веду курс по системе Коммунигейт. Значит, что-то ее не видно в расписании, но на самом деле стоит позвонить, как тут же все будет организовано. У нас есть методики обучения, позволяющие в любой момент подключиться к обучению. Так, значит, о себе, наверное, все. Теперь ближе больше про Коммунигейт. Значит, как уже сказал, буду использовать компьютер. Можно домашний компьютер использовать. Для меня в центре обучения выделили специальную систему, и я хочу этот Коммунигейт попробовать, развернуть и так далее. Значит, в настоящее время появился новый сайт компании, называется он Коммунигейтпро.ру, и на этом сайте имеется возможность скачать бесплатную тестовую версию. Ну, и пока оно будет скачиваться, пока оно будет устанавливаться, я немножко расскажу, что же такое Коммунигейт, откуда он взялся, хотя он с конца 90-х годов существует. И известный, в общем, программный продукт, но, может, кто-то не слышал. Значит, чтобы развернуть Коммунигейт, судя по всему, требуется Linux. Кстати, довольно долго ребята поддерживали практически любые архитектуры. Можно было под Windows развернуть Коммунигейт, но сегодня нам это тем более не актуально, поэтому будет Linux. Значит, чтобы развернуть Коммунигейт под Linux, я буду использовать, ну, коль я уже сказал, что дома у вас может быть компьютер, на нем может быть Windows, на нем может быть Linux, ну, в любом случае удобнее использовать виртуализацию для того, чтобы, значит, можно было поставить эксперименты, потом удалить, потом там еще раз поставить. Вот, и по поводу виртуализации, значит, буду использовать VirtualBox и буду использовать в своей методичке, еще раз, Вики, Валбе, Мастовуру, раздел курсы, материалы по методике чтения курсов. И я люблю записывать вебинары, поэтому большое количество мастер-классов у меня накопилось, в том числе и наш сегодняшний Коммунигейт импортозамещение по-настоящему. Так, значит, ну, здесь я всякие рекламные тоже слоганы поназаписал, будет здесь же запись вебинара, ну, и начнем мы с установки и запуска Коммунигейта. Значит, нам понадобится Linux, и можно взять любой Linux, я люблю Debian, и на курсах мы используем, ну, по крайней мере, у меня систему Debian, поэтому я сейчас, как и обычно на курсах, устанавливаю версию Debian. Мы возьмем свежую 12-ю версию. Так, назовем как-нибудь, допустим, CGP, Коммунигейт ПРО, параметры оставим по умолчанию, два процессора, один гигабайт вполне хватит для экспериментов. Коллеги, прошу, прошу, коллеги, запись, прошу, выключать, пожалуйста. Да, будьте внимательны, микрофон, пожалуйста, отключайтесь. Так, ну, а мы продолжаем, соответственно. Мы продолжаем, импортируется у нас система Debian. Предполагается, еще раз, домашний компьютер, домашняя сеть, поэтому этот Debian, после того, как импортируется мы с вами... Кстати, а где взять Debian? Вот я, еще раз, большой сторонник практических работ, пишу иногда статьи для Хабра. Я решил, что, например, вот эта вот статья на Хабре, которая посвящена тоже примеру, который можно дома взять CICD. Здесь как раз рассказывается, где взять VirtualBox, где взять образ Debian, можно установить вручную, можно скачать готовый, узнать там IP-адрес и так далее. То есть, эта идея, то, что надо по возможности практиковаться и, если честно, то всегда есть время там дома вместо сериала попрактиковаться. Я вот, значит, таким образом использую. Ну, и у нас импортировалась виртуальная машина Debian. Я ее подключу к домашней сети. Прямо захожу в сеть, подключить сетевым мостом. Ну, здесь, если у вас какой-нибудь будет домашний ноутбук, будет Wi-Fi-адаптер, и вы подключите эту одинокую машину Debian Linux к своей сети. Дальше мы ее запускаем. Значит, еще раз, сам Debian можно просто проинсталлировать сначала до конца, заодно изучить инсталляцию Linux. Можно взять готовый, как вот в этой статье вот расписано. Вот, значит, ну и после загрузки наша система должна получить IP-адрес из нашей домашней сети. Из нашей домашней сети. И к этой системе надо будет подключиться. Чтобы к ней подключиться, надо, чтобы в этой системе работал SSH-сервис. Ну, для серверных инсталляций, на которые устанавливается CommuniGate, это обычное дело. Так, ну и, допустим, учетная запись здесь студент, пароль, пасворд. Маленькими буквами вот такой вот пароль, пасворд. Вот, и можно узнать IP-адрес этой системы. Вот у меня здесь адрес сеть начинается с 10, но, скорее всего, у вас дома какой-нибудь IP-адрес 192.168. Вот, и мы его, собственно, и будем использовать. Так, значит, подключаюсь. Подключаюсь. Опять же, кто с Линуксом работал, знает, что есть такое понятие, как SSH-клиент, который позволяет подключиться. 10, 5, 12. Так, какой там адрес? 70, да, у меня адрес. Ну, хорошо. Так, ну и, наверное, сделаю сессию CGP, чтобы можно было, если что, переподключиться. И пробую подключиться к этой системе. Пробую подключиться. Так. Так, вот она дает подключиться. Студент, пароль, пасворд. И сразу подниму себе привилегии. sudo-i. Потому что все остальное потребует прав суперпользователя. Так, ну и идем на сайт. Новый сайт нового вендора. CommuniGate. Там поменялись владельцы. И находим подходящую ссылку. Вот она, подходящая ссылка. Debian пакет. Значит, копирую ее. Копирую ссылку. И загружаю. Ну, например, команды VGET. Беру и загружаю. Я, когда эти рекламные слоганы писал. Ну, вот то, что он в 2000 раз быстрее, это не я писал. Я писал другие рекламные слоганы. Я писал, примерно, такие. Как думаете, сколько весит программный продукт, который? И вот что же такое CommuniGate? Это, ну, во-первых, сервер электронной почты, готовый работать с любым количеством. Ну, любым там, ну, с миллионами учетными записей есть инсталляция. Вот, поэтому можно сказать, любым. Значит, там телефония, там облачные диски, там, значит, веб-интерфейсы несколько разных. И вот сколько же весит этот дистрибутив, да? Ну, вот мы тут до начала занятия дискутировали, да, могут ли российские программисты чем-то удивить, значит, зарубежных коллег. Я думаю, что могут. Вот однажды, смотрите, я написал, меньше 100 мегабайт, да, дистрибутив весит 20 мегабайт, 20 мегабайт. Я думаю, что если там инженерам из Microsoft сказать, сколько весит такая программа, они не поверят. В принципе, мне так и не верили. Вот у меня один знакомый говорил, да нет, говорит, этого не может быть. Вот он говорил такой, причем преподаватель или известный, по-моему. Значит, у нас центр говорит, этого не может быть, говорит, не может быть, не может он, это какая-то, значит, вот там, что-нибудь он подкачивает, откуда там загружает. Такого не может быть, он говорил, не может и все. Вот такие вот люди есть, которые не верят в такое, что может 20 мегабайт серверный продукт. Объяснение очень простое, он написан с нуля, писался с 90-х годов, писался с нуля, ну, по моим сведениям, чуть ли не там на языке C. Вот там библиотеку C, CIP, CIP-телефонию, по моим сведениям, 4 раза переписывали. То есть написали один раз, оказалось, что не очень эффективно. Написали второй раз, и с четвертой итерации. Нет бы взять готовый какой-нибудь там фреймворк и влепить его там плюс 300 мегабайт, подумаешь, кому там сегодня. Так что, можно сказать, подковали блоху. Так, двигаясь дальше. Значит, у нас на самом деле имеется курс и установка коммунигейт. Это небольшая часть этого курса. Вот из этого вебинара, из этого плана вебинара, следующая ссылка идет как раз на то, как его установить. Вот эта команда dpkg- и прямо отсюда. Значит, устанавливается пакет вот с таким вот именем, и можно этот коммунигейт запустить. Он уже установлен, можно его запустить. Сервер электронной почты. Поехали. Так, если он запустился, то мы сможем подключиться к нему для настроек. В документации говорится, подключитесь после запуска к коммунигейту. Значит, по протоколу HTTP к порту 8010. 8010 порт для администрирования. Здесь предлагается ввести логин и пароль пользователя постмастера. Мне вот это тоже очень нравится, потому что постмастер – это стандартная адрес электронной почты, которая обязательно должна быть на любом почтовом сервере. И авторы коммунигейты не стали выдумывать каких-то рутов или администраторов или еще что-то. В стандарте электронной почты должен быть постмастер. Зачем плодить сущности? Пусть этот постмастер будет и администратором системы. Поэтому постмастер… Ну, я задам ему пароль, который там на курсах у нас фигурирует. Вы можете задать свой пароль. Вот, согласиться. Значит, это демо-версия продукта, и она полнофункциональна за исключением количества учетных записей. Всего 6 учетных записей доступно, но для того, чтобы проверить массу кейсов использования продукта, это вполне достаточно. Значит, сам интерфейс администратора предлагает различные варианты, различные варианты подробностей. И, конечно, мы там у себя в Горненке всегда включаем экспертов. Мы же эксперты, да, поэтому я… Вот, что еще? Значит, это… Насколько подробно будут отображаться параметры настройки? Что еще здесь мы зададим? Опять же, на курсах мы используем некий такой придуманный виртуальный домен корпорация. Дальше номер stand.un. Я беру себе традиционно 13 номер стенда, поскольку такой человек не сильно суеверен. А цифру 13 реже переписывают с доски, чем другие. Так, язык оставим английский, потом поговорим, где у нас локализация. Чарсет оставим. Ну, таймзону давайте установим нашу российскую, Россия, Европа, Москва на самом деле установим. Наверное, так будет быстрее. И говорим update. Вот, теперь у нас с вами коммунигейт работает. Ну, и хочется его попробовать в действии. Как его попробовать в действии? Давайте посмотрим план лабораторных работ дальше. Значит, мы с вами установили его. И, в общем, можно начинать или продолжать вот этот вот курс. Я сказал, что в специалисте имеется курс. Вот наш официальный авторизованный курс по коммунигейту. Я являюсь его автором. И вот это можно на курсе будет пройти. Тема тут все остальное, записаться. Да, кстати, вот он стоит с 3.07 числа. Так что буду рад вас видеть на курсе. Ну, а мы продолжаем фрагмент этого курса смотреть. Фрагмент. Следующий фрагмент курса мы хотим посмотреть в работе коммунигейт. Поэтому нам нужны учетные записи. Существует масса способов управления учетными записями. Вплоть до руками создавать. С помощью программ API на питоне можно создавать учетные. Или на языке Perl, на моем любимом. Или можно интегрировать с Active Directory. То есть у вас, например, Exchange. Там имеются учетные записи. Там тысячи. И есть план миграции, когда люди подключаются к коммунигейту и прозрачно аутентифицируются, и прозрачно появляются учетные записи в коммунигейте. Короче, много разных вариантов. Мы рассмотрим один из них. Один из них заключается в том, что надо взять текстовый редактор. Моттепад, например. В определенном формате описать учетные записи. Все это задокументировано. Все это можно узнать. И я беру прям кусочек из курсов. Вот. Единственное, что в этом кусочке я удалю телефонный номер. Хотя напоминаю, что коммунигейт – это еще и телефония, и сервер мгновенных сообщений, и облачное хранилище. Табуляции здесь отделяются поля. Значит, мы с вами видим имя пользователя, фио его и пароль. Вот такой вот файл. Значит, достаточно его сохранить в кодировке UTF-8. UTF-8. Ну, допустим, там, пусть будет называться U.txt. Сохраняю. Вот. И дальше могу в коммунигейте попробовать провести импорт. За что я еще люблю коммунигейт – это за то, что они сумели веб-интерфейс сделать удобным. Я, в принципе, как старый администратор с 90-х годов, там, с конца, люблю, когда все делается через текстовые файлы, через редакторы, командную строчку и так далее. Но надо отдать должную авторам коммунигейта. Все здесь логично и разумно представлено. Конечно, там надо какой-то опыт для того, чтобы там навигацию здесь осуществлять. Продукт большой, очень много меню. Ну, и, соответственно, мы сразу же попадаем первое – это в меню управления пользователями. И вот можно вручную создавать учетные записи, а можно сказать импорт. Значит, я сейчас импортирую вот этот вот файл – UTXT. Вот обратите внимание, что у нас сейчас тут только технические пользователи, постмастер. Уже известно нам непонятно, что за PBX, непонятно, что такое алиас root. Об этом мы сейчас не будем говорить. А мы импортируем наших с вами Сидоровых и Кошкиных остальных импорт аккаунтов. Так, здесь я допустил ошибку, о которой, в принципе, уже знал. Я забыл поставить Enter после последней строки. Вот, ну и, соответственно, повторяю команду. Все это задокументировано. Enter после последней строки надо всегда ставить, потому что не только в этом случае могут быть проблемы. Видел я несколько случаев в своей жизни, когда отсутствие символа новой строки в последней строке приводило к тому, что файл некорректно анализировался. И вот у нас с вами создались учетные записи User3 и User4. Традиционно у меня на курсах Иванов, Иван Иванович, User1, Петров, User2, Сидоров, User3. Для CommuniGate добавился еще один четвертый пользователь, User4. Скоро мы придумаем, чем ему заняться. Иванову, Петрову не будем делать. Для наших экспериментов достаточно вот этих вот пользователей. Вот, и таким образом двигаемся дальше по программе. Что там дальше? Значит, CommuniGate установлен, учетные записи созданы. Ну, хочется подключиться пользователями, посмотреть, как там почта вообще работает или не работает. Понятно, что сегодня пользователи любят подключаться через веб-интерфейс. Слово «любят» откуда взялось? Потому что помню времена, когда, чтобы работать с электронной почтой, нужна была почтовая программа. И настроить ее еще. Бывали проблемы с настройкой почтовых программ, не все справлялись. Вот, поэтому сегодня такие, как я, продолжают пользоваться каким-нибудь там, ну, я Thunderbird, например, люблю пользоваться. А нормальные обычные пользователи у нас в университете пользуются веб-интерфейсом. И вот, чтобы они могли пользоваться веб-интерфейсом безопасным, необходимо настроить TLS, SSL, доступ к нашему серверу электронной почты. И это делается следующим образом. Значит, мы продолжаем настраивать наш коммунигейт. Заходим в раздел «Секьюрити», «Секьюрити», «ССЛ-ТЛС». Значит, включаем использование, включаем использование «ССЛ-ТЛС». Вот, здесь же можно сгенерировать самоподписанный сертификат, чего делать не надо. Здесь же можно сгенерировать запрос на сертификат и его подписать. Здесь же можно импортировать какой-нибудь готовый сертификат с ключом, например, «Let's Encrypt». То есть, все продумано. Но для нашего случая мы с вами воспользуемся самоподписанным сертификатом. В любом случае нам понадобится ключ, и в любом случае нам понадобится заполнение полей для получения самоподписанного сертификата. Я уже заполнял, поэтому браузер помнит значения. Я, в общем, быстренько их укажу. Секреты здесь заключаются в том, что лучше указать в качестве alternative name BuildCard сертификат, потому что пользователи будут подключаться по доменному имени. Ну, скорее всего, там mail.corporacy.com или, например, там, ну, скорее всего, mail.corporacy.com. Поэтому здесь либо BuildCard надо, либо указать там явно mail. Вот. Все остальное для самоподписанного сертификата роли не играет. Вот. Поэтому я их заполняю, как попало. Ну, и генерирую самоподписанный сертификат. И могу попробовать подключиться. Значит, ну, чтобы подключаться, открою еще одну копию браузера в режиме инкогнито. Поскольку у нас пример домашний, то здесь и самоподписанный сертификат, и DNS у нас приводит к тому, что мы будем подключаться, ну, буквально вот по такому вот HTTPS, двоеточие. И дальше указываем IP-адрес. IP-адрес нашего коммунигейта. Вот. Ну, и, соответственно, вспомнил, что еще что-то не сделал. Значит, сертификат-то я сделал, хорошо, но авторы коммунигейта – разумные люди. Вот в каком плане. Мы сейчас с вами запустили программный продукт, который слушает большое количество портов. И они опасаются, что могут быть какие-то конфликты портов. Поэтому они все порты, значит, сделали отличными. Ну, взяли там значения, отличающиеся от дефолтных. Мы это не учли. Нам нужно, наоборот, дефолтные значения портов. По этой причине я открываю статью, статью или фрагмент методички из курса, который описывает как раз, что мы должны выяснить, выяснить. Подключение, да. Мы должны выяснить, какие же порты используются для подключения пользователей. И вот это делается в разделе. Попадаем мы теперь, уходим из раздела «Домены и пользователи», переходим в раздел «Настройки и сервисы». «Настройки и сервисы». И здесь попадаем в раздел «Подключение по протоколу HTTP пользовательскому». Значит, заходим в «Листенер» и видим, что без SSL используется порт 8100, а на самом деле 80-й порт по умолчанию используется. И для HTTPS доступа 443. Ну, без HTTPS вообще, если честно, лучше выключать порты, чтобы люди никак не могли подключаться к серверу без шифрования. Ну, современные браузеры всячески об этом предупреждают, поэтому мы здесь не будем. Ну, а я настраиваю стандартные порты и повторяю попытку подключиться к серверу HTTPS. Ну, логичное предупреждение безопасности. Никогда в реальной жизни такого делать не нужно. Всегда должны быть правильные сертификаты, всегда должны быть правильные доменные имена. Вот. И никогда не надо объяснять пользователям, что, ну, вот там ничего страшного, подключитесь там, и это типа так и должно быть. Ни в коем случае, никогда, потому что, если пользователи подключатся один раз так, то будут думать, что, наверное, и в этот раз тоже можно. Вот. И все это закончится хищением учетной записи, рассылкой спама и прочими неприятностями. Поэтому то, что вы видите, быть не должно. Но дома для занятий допустимо. Допустимо. Поэтому переходим дополнительно, перейти на сайт. И у нас открывается с вами веб-интерфейс к коммунигейту. И мы можем уже попробовать подключиться. Ну, допустим, подключаюсь я как user4, пароль password4, password4, войти. Вот так вот выглядит интерфейс. Вот такие вот всякие звучки есть. Все это можно настроить, поменять. Кстати, интерфейс, видите, английский. Давайте этот момент поправим. Что же мы тут? Мы просто замещение. Английский интерфейс. Заходим в раздел users. Вот тоже интерфейс можно поменять на уровне отдельного пользователя. Можно поменять на уровне домена. Можно поменять на уровне... Ну, не знаю, на чем будем менять. Ну, давайте сделаем, как обычно мы делаем. Мы на уровне домена. На уровне домена. В настройках по умолчанию, в предпочтениях, указываем русский язык. Вот я нажимаю Update. Я теперь русский. Нажимаю Enter. Обратите внимание, даже перелогиниваться не пришлось. Все стало по-русски. Но и интерфейс администратора стал русским. Если честно, хоть программа и российская, но сама тема-то связанная с почтой. Она иностранная. Поэтому, если честно, мы у себя возвращаем для пользователя-администратора интерфейс в английский. Ну, по крайней мере, мне лично проще с этим работать. Поэтому я сейчас быстренько нахожу пользователей, нахожу своего постмастера. И именно для постмастера делаю настройки. В настройках указываю... Так, настройки... Господи, я уже потерялся установки постмастера. Так. Не торопимся никуда. Английский модифицировать. И таким образом у меня интерфейс администратора английский. Все люди, все пользователи работают. Вот хотя, например, техподдержка... Кстати, мне очень хочется похвалить техподдержку по Манегейте. И я, если честно, с удовольствием туда обращаюсь. То есть не надо ломать голову где-то там, шариться, выискивать. Хотя полная документация есть. Ее можно прочитать от края до края. Но обычно у сисадмина нет времени читать документацию от края до края. Поэтому, если что-то там неочевидное, просто пишем письмо, и люди мгновенно отвечают. Поэтому... Так вот, они отвечают в письмах с ссылками на русский интерфейс. То есть они пишут вот эти вот ссылки там-то и там-то и там-то по-русски. Так что, может, интерфейс администратора менять и не нужно. Так, ну, давайте почту попишем. Вот, беру создать, пишу письмо. Значит, я напоминаю, что я подключился Василием Мурковичем Кошкиным, а хочу написать Сидорову письмо. Вот я пробую написать Сидоров. Пробую писать Сидоров. А, с нашей сети доступа нет. С нашей сети не пускало. Так, раз, два, три. Ребята, пожалуйста, микрофон выключайте, а то будет в записи. Раз, два, три. Так, хорошо, спасибо. Так, и я продолжаю. И я продолжаю. Значит, какое-нибудь письмо там, тестовое письмо. Тест. Или там проверка, дать по-русски. Проверка связи. И отправить. Вот, и письмо отправлено. Ну, вот из приколов, например, которые, вот как бы, надо сказать, видите, никакой папки с enditems, да, не создалось. Эта вещь не очень хорошая. Ну, наверное, когда-нибудь мы напишем, люди поправят, да, потому что если переподключиться снова, допустим, переподключаюсь, да, как юзер 4, юзер 4, юзер 4, пассовер 4. Вот, то есть, некоторые, некоторые такие нюансы есть, да. Вот они теперь с enditems появились. Вот, ну, и можно подключиться, можно подключиться, там, пользователю юзер 3, увидеть это письмо. Так, не помню, как звуки выключить единоразово. Нашим, вроде, сотрудникам пользуются, поэтому, ну, пускай будут. Сейчас я немножко здесь их приглушу. Так, юзер 3, пассворт 3. Вот, ну, и здесь, в принципе, можно было бы завершать. Тема посвящена, как бы, давайте посмотрим, как Мунигейт установить, что вот с нового сайта новую демо-версию можно загрузить. Но, если вы не против, я вам покажу, над чем мы сейчас в университете работаем. Парочка киллер, не киллер фич, так скажем, а парочка, парочка таких направлений для исследования. Значит, дело в том, что новое руководство хочет, чтобы все было в электронном виде, и в том числе, чтобы рассылались с информацией о зарплате, зарплатные квитки сотрудникам по электронной почте. Значит, ну, мы как только его услышали, сразу сводились за голову, потому что, потому что администратор имеет доступ, администратор, давайте я покажу, вот я показывал вам администратор, да, постмастер. Администратор имеет доступ к ящикам пользователей. Это, ну, в общем-то, очевидно и понятно, вот можно по-разному этот доступ показывать, можно вот так вот, включаясь с администратором и говорю, подключись к ящику нам пользователей User3. И вот вам, пожалуйста, инбокс его, вот, соответственно, вот я могу его почту читать. И вот будут приходить зарплатные квитки, и там будет почта, потом мы-то админы не любопытные, но если там начнут выяснять, кто там узнал, чью зарплату, то мы под подозрением, нам это неинтересно. Поэтому, поэтому, что же с этим можно делать, да, что же с этим можно делать? Смотрите, что можно с этим делать. В коммунигейте имеется встроенная поддержка, так называемой Security Mime. Security Mime – это тема, которая, значит, да, 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 сейчас я найду. Да, да, Security Mime. Безопасная почта. Значит, идея заключается в том, что с помощью паблики инфраструктуры пользователи могут шифровать и подписывать сообщения прямо внутри коммунигейта. То есть, внутри коммунигейта встроена возможность развернуть удостоверяющий центр. Сейчас я это сделаю. Прямо вот, не знаю, насколько кому понятно, там слова всякие. Смайм, ПКИ, безопасная почта и так далее. Вот. Здесь я лучше покажу. Значит, чтобы администраторы, типа меня, не могли никак даже потенциально прочитать чужую зарплату, можно сделать следующее. Мы вот сейчас над этим работаем. Значит, можно в настройках коммунигейта зайти в раздел, значит, в доменах безопасность. Мы здесь генерировали сертификат для HTTPS доступа. А сейчас заходим в раздел S-MIME. Значит, MIME – это расширение электронной почты, появившееся для того, чтобы можно было вкладывать, например, аттачменты, вложения в письма и так далее. А S – это, соответственно, безопасно. И здесь предлагается создать корневой сертификат, поскольку я его тоже создавал. Здесь я ухожу в значении по умолчанию. Этот корневой сертификат не имеет никакого отношения к предыдущему. Предыдущий используется для работы веб-интерфейса по HTTPS. Здесь же, соответственно, мы генерируем самоподписанный корневой сертификат. Вот. И далее наши пользователи могут или должны будут. Тут вот с пользователями, конечно, не все просто, потому что надо будет их прямо обязать. Каждый пользователь, например, начиная с User3, должен будет зайти к себе в настройки. Прямо вот так вот зайти, строго-настрого, настройки. Вот. И в настройках настроить себе S-MIME защиту. Что значит настроить себе? Значит, каждый пользователь должен будет создать себе сертификат и приватный ключ. Приватный ключ будет знать только пользователь. Вот администратор, мы, в принципе, знаем вот эти вот пароли, хотя тоже могут быть разные сценарии, но здесь можно и без пароля, как вы видели, увидеть содержимое чужого ящика просто. А вот важный момент здесь, что пароль пользователя на ящик никакого отношения не имеет к паролю, который сейчас будет пользователь задавать. Ну и я задам пароли, там регулярные, там был пасворд 3, а здесь будет S-пасворд 3. Но реально надо заставить всех пользователей придумать себе пароли, не забыть их, значит, соответственно, применить, вот применить, да, значит, вот у этого пользователя теперь появился сертификат, приватный запароленный ключ и приватный запароленный ключ, и, значит, только он знает пароль, нигде этот сертификат, нигде приватный ключ в открытом виде не хранится, ни на сервере, и его никто не знает, только в голове у пользователя пароль. То же самое делают все остальные пользователи, все остальные, представляете, все 8 тысяч человек, Это обязательно, ну, короче, это отдельная будет задача, но не нам ее решать, мы решаем технические задачи. Так, то же самое делает наш Кошкин, тоже заходит в раздел «Настройки», тоже заходит в раздел «СМАИМ», тоже придумывает себе парольную фразу, которую только он знает, никто не знает, если он ее забудет, то все, с паспорта 4, да, применить. Вот, а дальше наш с вами, а дальше наш с вами уполномоченный по бухгалтерии, уполномоченный по бухгалтерии пишет письмо. Ну, кто у нас будет? Ну, давайте этот же «Юзер 4» будет уполномоченный по бухгалтерии, да, «Юзер 4», паспорт 4. Значит, пишет письмо всем 8000 сотрудников, значит, он берет, создает письмо, значит, пишет это нашему Сидорову. Кошкин будет бухгалтер, а Сидоров получает зарплату, да, значит, Сидорову пишет, Сидорову пишет письмо, пишет здесь, допустим, зарплата, зарплата 100 рублей, там, 100 рублей. Так, и имеет возможность зашифровать, значит, активировать вот этот «Смайм», значит, подписать, что это именно он бухгалтер, да, и нажать на «Отправить». Так, здесь, поскольку наш бухгалтер подписывает, подписывает эту зарплату, да, ему нужно использовать для подписи свой закрытый ключ, а он зашифрован, поэтому здесь придется ввести «Спасворда 4», да, у нашего Кошкина, да, подписать и зашифровать. Ну, в общем, сейчас по-русски я пишу, наверное, на английский переключаюсь, «Спасворда 4», подписать и зашифровать. Сообщение отправлено, да, так, теперь наш с вами, наш с вами Сидоров приходит, приходит Сидоров, да, значит, юзер, юзер 3, приходит на работу, подключается, пасворд 3, значит, входит, видит письмо с зарплатой, вот, письмо с зарплатой видит, но, чтобы увидеть текст, он должен расшифровать это письмо, а для расшифровки письма используется его закрытый ключ, поэтому он набирает свой, вспоминает свой закрытый ключ «Спасворд 3», да, и так, да, разблокировать, и видит зарплату, что он получил 100 рублей и так далее. А остальные видят это или нет? Помните, я постмастером, да, подключался и говорил, так, давайте попробуем постмастером, постмастер, соответственно, пасворд, пасворд войти. Так, и вот постмастер, поскольку он админ, имеет доступ к инбоксу пользователя, имеет возможность все письма видеть, но не зная пароль, не зная пароль на приватный ключ пользователя, он его не должен знать, он никакой зарплаты не увидит. Напишите в чат плюсик, кому вам понравилось, как вам? Так, почему не рассылать средствами 1С? Да, Эдуард, надо 1С рассылать, согласен, но как сделать так, чтобы никто не мог прочитать чужую зарплату? Рассылаем 1С, никакая не проблема. Или вы имеете в виду, что каждый сотрудник должен подключаться к 1С и там свою зарплату видеть? Ну, может быть, тогда сотруднику надо будет почта. Почему? Извините, я также через электронный документооборот. Ну, да, да. Не, я не против, просто сценарий какой, как, вот у нас сотрудники в Бауманке, они вот приходят, их с трудом уговорили пользоваться электронной почтой, поэтому решили, что отправят в электронную почту. Вот, вы предлагаете каким-то другим способом там, вот этот самый? Ну, там у каждого сотрудника будет свой личный кабинет, а заходит кабинет и получает расчетный листок без проблем. Да, личный, ну, ну, вот и понятно, да, ну, альтернатива, да, личный кабинет, расчетный листок. Но здесь плюс какой? От личного кабинета админы тоже могут знать, понимаете? Так, если я системный администратор 1С, то я по-любому могу зайти в зарплату и в бухгалтерию. Но тогда, тогда как минимум в два раза меньше. Например, я не системный администратор 1С, это точно, но я системный администратор почты, и уже на меня будет меньше вероятность утечки. Раз. Во-вторых, это кейс, который не то, что я говорю, вот делайте так, никак. Я говорю, что у нас принято решение рассылать по электронной почте. У нас принимают решения люди, которые какие-то имеют на это причины, да, и мы решаем уже техническую проблему, как сделать так, чтобы это не превратилось в какие-то скандалы и прочее. Так что вот. Да, пароль будет каждый раз при наведении письма, точнее, один раз при входе пользователя, при входе пользователя в почту. Но я вижу, что уже такие вопросы. Несколько доменов, сертификат. Михаил, на мой взгляд, для каждого домена отдельный. Но вопрос ваш, наверное, такой. Если пользователь одного домена, может ли пользователь одного домена отправить письмо, зашифрованное и подписанное пользователю другого домена, если несколько доменов в коммунигезе? Мне видится, что да, но я не пробовал. Поэтому технически это все как бы удостоверяющий центр внутри одного коммунигезе. Это для двух доменов, два, две ветки. Мне кажется, что здесь все должно быть, работать. Надо проверять. Ну, надо проверять. Так что. Так, это была демонстрационная лаба 1. И еще один момент. Позвольте вам покажу. И мы с вами впишемся в график. Значит, следующее направление. Значит, недавно руководство. 1С у нас внедряется очень сильно. Точнее, скажем, он у нас уже внедрился очень сильно. А теперь расширяется количество участников его. И, собственно, возникают проблемы с настройкой 1С. И руководство обратилось к таким вопросам. К специалистам техническим. То есть ко мне. Значит, вопрос звучит так. Так, а можно ли сделать так, чтобы не настраивать 1С у каждого сотрудника? Был некий терминальный сервер, на котором бы 1С этот был установлен. Чтобы каждый сотрудник мог бы подключаться к этому терминальному серверу. Значит, своей учетной записью. У нас выдается как бы учетная запись. Она от всего. И вот я хочу показать, как мы этот вопрос решаем. Ну, вплоть до того, что, например, хорошо, на рабочем месте сотруднику настроят 1С службу поддержки. А вот с домашнего компьютера человек хочет поработать в 1С. Как ему это сделать? И вот некий такой, еще раз, не решение, а такая как бы демоверсия. Вот смотрите, что мы делаем. Мы говорим, ну хорошо, значит, хотят из дома работать. Давайте сделаем так. Значит, из дома уже давно у нас имеется VPN-доступ на работу. То есть каждый сотрудник, вот, допустим, вот этот Иванов Иван Иванович, имеет логин и пароль и может подключиться. Кстати, сейчас прям реально мой домашний компьютер. Вы видите экран моего домашнего компьютера. Вот я дома, вот у меня Wi-Fi, значит, и вот я беру и подключаюсь через Wi-Fi. Значит, Иванов, ай, пасворд, ай, пасворд, значит, у него там такой-то, да. Так, подключаюсь. Так, да, ну по-русски потому что. Так, используем, кстати, OpenVPN. Вот мы такие, да, OpenVPN, логин и пароли все, вот, подключен. Значит, теперь наш сотрудник может, ну, поскольку у всех, как правило, Windows, да и под Linux тоже есть поддержка терминальных клиентов, поэтому мы говорим инструкции дальше. Подключитесь к машине Term, мы решили ее назвать как можно проще. Term, и чтобы она тут у нас много не заняла места, значит, Term, вот столько вот сюда вот подключить. Так, значит, второй раз он вводит ту же учетку, здесь вот ничего не поделаешь, приходится ему вводить, соответственно, юзер, так, соответственно, Иванов, Иванов. И тот же самый пароль, мы, кстати, тут используем Kerberos, все-таки у нас там наворочено, наворочено, ай, пасворд, ай, пасворд, ай, пасворд один. Так, и появляется вот здесь тоже недоделка пока, недоделка в том, что сессия в какой-то момент, значит, может быть, даже интересно, как мы это делаем. Давайте я расскажу еще раз, покажу. Вики, Val BMS.ru, материалы по методике чтения курсов, наш с вами вебинар «Communigate. Импортозамещение по-настоящему». Ну и, в принципе, здесь вот рассказывается, как мы это делаем, использование «Communigate» для терминального сервера 1С. Пока «Communigate» никакого не видно, но вот про Kerberos я упомянул, вот у нас ссылка на статью, как у нас центр распределения ключей сделан. Сервис XRDP, значит, здесь ссылки на статьи, как этот сервис XRDP, вот куда я подключаюсь, потому что там Linux, Linux, да? Значит, установлен 1С, вот так, ну вот я сервис XRDP не доделал, надо как-то тайм-аут-сессии будет убрать, руки не доходят, но когда-нибудь сделаем, да, разблокируем. Вот. Значит, здесь у нас в приложении установлен 1С, то есть это терминальный сервер, к которому подключаются, могут одновременно множество пользователей, все они запускают 1С. Вот, нам, точнее, две базы для каждого. Можно добавлять базы персонально к пользователю здесь, эти самые популярные. Надо сказать, что я до сих пор избегаю этой кары работать с 1С, но если бы я работал, то работал бы. Значит, сам 1С у нас интегрирован с офисом R7, поэтому все, что из 1С выгружает наш сотрудник, значит, попадает в офис R7, вот, ну и, соответственно, он может там какой-то документ получить, я вот напишу там документ из 1С. Вот такой вот документ он, допустим, получил. Вот. И тут руководство говорит, ну хорошо, терминальный сервер 1С, это замечательно, а как распечатать-то? Распечатать. Нельзя ли сделать так, чтобы ваш терминальный сервер мог распечатать, вот человек пришел на работу, сел за компьютер, у него ничего 1С не настроен, он, значит, подключился к терминальному серверу, значит, там поработал и распечатал настоящий рядом принтер. Ну, мы, инженеры, побились и прочитали, что в XRDP такой возможности нету. Вот, прям нашли статью, как пробросить принтер с Windows на Ubuntu сервер внешней сети, там как раз про этот XRDP рассказывается. Никак, никак. Что же делать? На выручку приходят герои нашего сегодняшнего повествования, CommuniGate. Значит, поскольку CommuniGate – это суперсистема, в которой есть в том числе облачное хранилище, и оно работает по WebDAV, то вот эта вот папочка Mail на самом деле указывает на почтовый, на хранилище почтового сервера, реального почтового сервера. И наш пользователь даже об этом не думает ни о чем, просто берет и сохраняет этот документ, сохраняет этот документ, ну, в папочке Mail, мы ему говорим, в папочку Mail, сохраните, пожалуйста, документ, вот, и, соответственно, вот, и, соответственно, он это пайл сохранить, как, да, в папочку Mail, вот, документ 2-2 берет и сохраняет, да, сохранил, да, сохранил, вот, можно посмотреть, там появилось, да, да, закрываем. Так, а также наши пользователи все, и в том числе и я, постоянно находимся в почте, вот, с почтой мы, как бы, их там научили пользоваться, Иванов и вот, Айпас, серверовая учетка, да, и вот наши пользователи сидят в почте, вот, и мы им говорим, зайдите в раздел файлы, и в разделе файлы вы найдете свой документ. И, мало того, что коммунигейт с той стороны, как папка подключен по WebDAV, у нас еще и R7 офис интегрирован с коммунигейтом, то есть, не надо этот документ куда-то там копировать и открывать, просто говорим, откройте его прямо у себя вот здесь вот, прямо у себя вот здесь вот, откройте, вот, и нажмите на печать, нажмите на печать. Вот, у меня дома принтер подключен, печать, все, поехало печатать. Значит, не так, конечно, удобно, как прямо вот из 1С терминального сервера на принтер сразу, но надо сказать, что Microsoft хорошая компания, которая очень много чего сделала, и в мире open source еще только предстоит. Ну, слышу, что принтер там все напечатал. Так, ну, напишите в чат, как вам такой кейс, интересно или нет, и это самое. Если не интересно, не интересно. Вот, а если интересно, коллеги, все, буду рад ответить на вопросы. Так, звука нет, и презентации нет. Так, коллеги, ну, тогда давайте, давайте, давайте так, да. Так, да, добрый день всем. Так, давайте я почитаю вопросы, давайте остановлю тогда запись. Вот, спасибо. Наверное, все. Я надеюсь, что Communicate вам понравился, по крайней мере, два таких небольших кейса, на мой взгляд, классные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА